Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Ну, только что с ней будет. А что с ней будет? Ничего не будет. Отсидеть в тюрьме, может быть, станет нормальным человеком. Так, 39, я пойду поваляюсь. Слушай, тебя охотит из огнетушителя поливать. Давай я позвоню Лене, Реале. Слушай, мне вот только здесь баб не хватало, да? Дверь закроешь. А ты не заразный? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Катечка, Катечка, какой сюрприз. Ирина Сергеевна, добрый день. Добрый. Проходи, проходи. А я просто приезжала мимо и, дай, думаю, загляну. Ну, хорошо. Вот, нам с вами поговорить нужно. О чем? О Соне. А что с ней? Что? Что, что, что? Что с ней? Что, авария, она сильно разбилась? Она сильно разбилась? Ну, что вы, Ирина Сергеевна. Ты так, Натяна, ты улыбаешься, что я чувствую, что все очень плохо. Ирина Сергеевна. Я ей говорила, я ей говорила, зачем тебе эта машина? Ирина Сергеевна, Соне все хорошо, она просто в полиции. Ну, да, ее задержали. Ничего страшного. Правда. Господи, ну, слава Богу. Как задержали? За что? Спокойно. Пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Давай, 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 Артурчик, дорогой. Ногу, ногу, своди. Ах ты ж беда какая, а. Ну, чего? Дай руку. Держи. Слушай, слушай, не могу. Чуть-чуть, передохну, малюха. Чуть-чуть. Передохну. Не могу, Жень. Можешь. Иди к черту. Слушай, Литвинов, я случайно на сайт влез, коляску сына искал. Вижу костыль с твоим автографом продается. У меня твое объявление самое сердце. Думаю, ну, наконец-то, наконец-то он решил сменить костыль на бутсы. А ты слабак оказался. А я слабак. Костыль, подай, пожалуйста. А теперь волю в кулак и вперед. Давай, пошел. Жень. Вставай, ногу согнул и пошел. Ты хочешь играть или нет? Да хочу, но не могу. Можешь, вставай. Жень, ну, правда, ну, не могу. Пробуй. Сгибай ногу, иди. Давай, молодец, дорогой. Давай, давай, давай. Вот молодец, красавец. Слушай, подожди. Команде нужен Литвинов, без тебя никак. Ну, правда, давай передохнем. Ну, ты заплачешь. Ну, не могу. Ну, вон ребята идут, ты им расскажи. О-о-о, Арчи, Арчи, Арчи. Здорово, здорово, дорогие. Как очень здорово. Здорово, здорово, здорово. Здорово. Тебе палки. Давай, давай, давай. Ведем, давай, сюда. Ведем, вот. Да тихо, ну, правда, не знаю еще. Вирус, команду и нет. Что снимаешь, ну, правда? Он снимает, что Артур снова с нами. Скажи, что Артур. Поздно, Литвинов, назад, пути нет. Ура! Опять ты? Я думала, меня ведут к адвокату. Ты почти угадала. Так, уведите его немедленно. Уведите меня немедленно. На кого-нибудь уведите. Что ты себе позволяешь, Коршаков? Веду себя, как последний хам. Попросил оставить нас с тобой наедине. Ты думаешь, легко было попасть в это заведение? Ты мне поклялся, что я больше тебя не увижу. А ты ведешь себя, как принципиальная дура. Перестань меня оскорблять. То есть ты не понимаешь, что без моей помощи тебе грозит реальный срок. Мне не нужна твоя помощь. Следователь сказал, что он предоставит мне адвоката. И тот докажет, что я не виновата. Серьезно? То есть тебе приставят настоящего адвоката. Бесплатно. И этот адвокат будет защищать твои интересы. Ковалев, бесплатный адвокат даже имени твоего не запомнит. Не то, что выстроит линию защиты. Адвокат стоит дорого. Ты опять играешь в хозяина жизни. Тебе с мамой не противно? Противно. Немножко. Я тебе хочу помочь. Тебе грозит реальный срок. Пять лет. У тебя мама и дочка. Что ты будешь делать? Сегодня, кстати, я ее здесь видел, но почему-то ее не пустили, а я здесь. Мне твоя помощь не нужна. Следствие во всем разберется и меня отпустит. Хорошо. Вот тебе расскажи, как чувствует себя здесь вот такая вот правильная и умная женщина. А у нас очень хорошие тюрьмы с человеческими условиями. Классно. Подробнее? У меня просторная, светлая одиночная камера, удобная кровать, вежливый персонал. А сегодня с утра меня спросили, что я хочу на завтрак. Я сказала, круассаны, и мне принесли. Круассаны. Ковалева, ты сейчас серьезно, а? Ты считаешь, что здесь всем приносят на завтрак круассаны? Что здесь у всех очень удобные, светлые камеры? Ты думаешь, здесь у каждого, вот, как это ты называла, обслуга? Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что это я отдал взятку завначальника РУВД. Иначе ты бы сидела в камере на 15 человек с наркоманками и проститутками. И на завтрак у тебя бы был черствый хлеб и чай. Забирай. На выход. Забирай. На выход. Добрый день, Андрей Михайлович. Здравствуйте, Максим Викторович. Ну, до такой наглости еще никто не доходил, если честно. Вызвать меня к себе, вместо того, чтобы записаться на прием, как все нормальные люди, это сильно. Это я вам скажу. Присаживайтесь. Благодарю. Прошу прощения, но я надеюсь, что блюда шеф-повара как-то скрасит моего пищу и без церемонности. Если честно, ух ты, люблю ваш ресторан. Да и пришел только потому, что время-то обеденное. Ну, и по какому вопросу пир? Ну, для начала я вас хочу поблагодарить за то, что вы вообще пришли. Спасибо. Может быть... Не-не-не, что... У меня личный вопрос. Ну, давайте, короче. Андрей Михайлович, как вы относитесь к тому, чтобы этот ресторан стал для вас абсолютно бесплатным? Не понял. Решеврути. Ну, то есть, любые корпоративы, семейные праздники, да и просто зайти с друзьями перекусить для вас и для членов вашей семьи будет абсолютно бесплатным. То есть, вы, Максим Викторович, предлагаете мне взятку? Мне должностному лицу. Вы правильно меня поняли, но давайте не будем употреблять это слово. Назовем это «услуга за услугу». Да? Ну, и какую же услугу я могу вам предложить? Пожалуйста, заберите из полиции заявление на Соню Ковалеву. На Ковалеву. На Ковалеву не к столу будет сказано. Ну, а почему вы так за нее волнуетесь? Ни за что не поверю, что такая женщина может быть предметом вашей страсти. Вы правильно не верите, Андрей Михайлович. Понимаете, дело в том, что у нас с Ковалевой давний идеологический спор. И для меня в нем победить – это дело чести. Удивительное совпадение. Но у меня тоже с Ковалевой идеологический спор. И для меня тоже дело чести победить. Она на меня в суд подала. На меня в суд. Я понимаю. Но мы же оба понимаем, что делу хода никто не даст. Не важно. Но такую наглость она дорого заплатит. Я понял. Предложение с бесплатной едой – это, конечно, смешно. А может быть, как вы отнесетесь вот к такой вот суме? Уберите это. Хорошо. А вот к такой? Ковалева будет сидеть. Потому что она замахнулась не на меня. Она замахнулась на систему, которую все уважают. Как я понимаю, вы тоже? Конечно. А в этой системе каждый знает свое место. А кто не хочет знать, будет сидеть. Вы мне все очень внятно объяснили. Спасибо. Да мне очень. Мне очень жаль, что мы не смогли договориться. Огромное спасибо, что пришли. Приятного аппетита. Ну и вот это вот все – это за наш счет. Благодарю. Блин, Серегина ко мне срочно. Ищи, где хочешь. Хорошо. Макс, подожди, я как раз тебя везде ищу. Слушай, нужно ехать на объект. Подрядчик опять мне прислал бригаду. Дал только ЦУ, как приварят заклады к арматуре фундамента. Ну, скажи, наши пускай приваривают. Макс, ЦУ я могу и сам раздавать. Зачем нам нужен подрядчик? Я с книжкой по Сапрамату все могу сам рассчитать. Возьми, рассчитай. Макс, я рассчитал. Закладыни того диаметра прислали. Малейшая подвижка грунта и все поедет. Нужно ехать и проконтролировать рабочих. Поехали. Слушай, езжай один мне сейчас не до этого. Как, Макс? В смысле не до этого? Строительство моста тебе не до этого? Болею, Коля. А на мосту сквозняк, я не знаю, ветер. Лена! Серегина, срочно. Хорошо. Привет. Здравствуйте. Как сюда попало? А я тебе ключи от квартиры не вернула. Ты не заметил? Теперь заметил. Давай ужинать. У меня сегодня дебют в китайской кухне. Надеюсь, удачный. Садись, садись. Так я не понял, зачем ты вернулась? Я вернулась, потому что я соскучилась. И надеюсь, твое предложение еще в силе. Так я же коллега, инвалид. Зачем я тебе такой нужен? А я увидела видео в интернете. Ты в спорт вернулся. Не боишься, что я подумаю, будто ты маленькая корыстная дрянь? Нет, не боюсь. Потому что именно маленькие корыстные дряни и делают настоящими мужчин. Ты ведь ради меня бросил костыль и вернулся в спорт. Ради тебя. Ну, вот. Кушай, кушай, кушай. Смотри, тут, если что, поострее можно. Надеюсь, ты деньги на машину еще не потратил? Это хорошо. Потому что в салоне я видела очень хороший вариант. Там машина, до завтрашнего дня скидки, и в кредит совсем немного надо взять. Прости меня. Прости меня, пожалуйста. Да хватит. Чего ты на колене не остаешься? Прости меня, пожалуйста. Прости. Здравствуй. Удалось что-то накопать? Обижаете, Максим Викторович. На такого персонажа, как Сопронов, компромата лопатой греби. Вот на выбор. Внебрачный сын и дочь от разных любовниц. Вечеринки, в саунах, с девицами, наилегчайшего поведения. Качество ведет так себе, но там Сопронов крупным планом. И еще вот доказательство. Его коттедж в элитном поселке построен на средства из госбюджета. Прекрасно. Теперь Сопронов у меня на крючке. Спасибо. Я знал, что бывших оперов не бывает. А я правильно понял? Ты поставил на уши службу безопасности, чтобы спасти Ковалева? Не спасти. Щелкнуть по носу. Чтобы она понимала, что жизнь – это не ее идеальное уравнение. И хоть ты три докторских защити, а все равно без связи в этом мире никуда. И в школе этому не учат. Безнякова, значит, ты боишься. Знаешь, Макс, ты уже помешал со своей Ковалевой. Ты на всех забил. На меня, на стройку, на людей, которые на тебя работают. Макс, у тебя уже крыша поехал задал. А вот ты немного себе позволяешь, а? Погорячивался, Максим Викторович. Извините. Поэтому рассказывай ты, что у нас на стройке. Хорошо, сейчас расскажу. Ну, я поздравляю тебя. Видишь, как у тебя все хорошо. И в спорт вернулся, и с личной жизнью наладилось. Ну, ты так поздравляешь, будто соболезнуешь. Ну, потому что твоя Марина пустышка. Ну, как ты сам-то этого не понимаешь? Ты хромал, она убежала. Ты вернулся в команду, она тут как тут, и еще замуж за тебя согласна выходить. Ты сам-то не боишься с такой женщиной дальше жить? А если у тебя опять какая-то травма? Ну, так ты определись, она пустышка или молодец. А то я-то уж точно запутался в твоем психоанализе. Слушай, я имела в виду, что она молодец в том смысле, что она тебя вдохновляет вернуться в спорт. Ну, не в том смысле, чтобы к ней возвращаться. А ты мне кто? Может, сват или брат? Что ты мне советуешь, с кем мне общаться, с кем нет? Или ты там свою диссертацию пишешь, а я у тебя вроде как подопытный кролик? Так ищи дураков. А с кем ты там разговаривал? Да, психолог. Психолог? Психолог. Я теперь твой психолог. Катенька, вы еще на работе? Так поздно. Почему слезы? Да так и ничего, просто в тушь глаза попала. Ой, замуж тебе надо. Тогда бы на работе долго не сидела, и тушь в глаза бы не попадала. Пожалуйста, хотя бы вы не говорите мне про это замужество. Пожалуйста. Успокойся, успокойся. Я понимаю, личная драма, а я, прости, за бестактность. Нет, нет, нет. На самом деле нет никакой личной драмы. Я сама все себе выдумала. Катюшка, ну ты такая замечательная, Катя. Все у тебя будет хорошо. Пойдем-ка домой, а? Пойдемте. Костя, двигай. Дома, Андрей Михайлович? Костя, ну ты что, тебе память отбила, что ли? Ну, когда-то я в пятницу после работы домой ездил. Понял. Бильярд, баня. Вот сволочь. Так, едем в РУВД. Быстро. Дело в отношении вас прекращено. Софи Владимировна постановление уже подписала. Так что, поздравляю. Вот я знала, что вы во всем разберетесь. Спасибо вам. Да не за что. Сопронов просто свое заявление забрал. Ну, только он потому и забрал, что вы настоящий профессионал. Понятно. Ознакомьтесь, подпишите. И вы свободны. Ну, можно было бы так. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Зря ты тратился на круассаны. Двоечник. Даже Сопронов боится закона. Пришел как миленький и забрал заявление. Так что иди к черту со своими взятками. Меня отпустили. Так это из-за вас, Макс, не может отлежаться с гриппом. Да. Звонит кому-то, пишет, переживает. Весь город на уши уже поставил. Ты сгода разговаривала? Не знаю. На трубку бросила. Иди сюда. Тебя испытали сюда засунуло? Макс, не говори ерунды, а? Слушай, не надо вести себя, как жена. Хорошо? Не трогай мой телефон. Вообще-то я помочь хотела. Ты уже помогла. У меня теперь ожог на соглотке. Мам. Сонечка. Сонечка, вернулись, моя хорошая. Пойдем. А ты знаешь, я как чувствовала. Я говорю, Женя, пойдем приберемся. Цветочки польем. Садись. Ну, что случилось? Это все он. Кто он? Коршаков. Он заставил Сапронова забрать заявление, и поэтому меня отпустили. Ну и слава богу. Ты что, хочешь пойти в тюрьму сесть? И села бы, если бы могла. Это я во всем виновата. Ну в чем, мама? Да то, что ты выросла такая вот. Идеалистка. Надо было гнать тебя из библиотек на улицу. В дурной компании. Нормальным человеком бы стал. Мама, я нормальный человек. Это Коршаков и ему подобное. Они беспринципные и бессовестные люди. Я ничего общего с ними иметь не хочу. Что это такое? Я не знаю. Это курьер недавно принес. Соня, он нормальный мужик. Мама! Женечка, я соскучилась. Иди-ка, иди сюда. Вы знаете, у нас сегодня какое-то просто, просто позднее зажигание. Соня, об этой картине знает весь город. Новости уже два дня отрезанят о том, что последняя оставшаяся в стране картина, в кисти Ярославцева, отдано на углу. Кстати, я сегодня по телевизору увидела, как ее продали за 80 тысяч евро. Барыга твой этот Леонид Карлович, а никакой не коллекционер. Тебе копейки я заплатила, а сам вон как озолотился. Так, секунду. Все, с меня хватит. Что? Нет. Я тебе не отдам ее. Нет, если ты хочешь в тюрьму, иди. А картину я тебе не отдам. Как тебе вообще в голову пришло ее продавать? Мам, ты мне вообще-то ее в наследство обещал. Да, почему? Почему меня никто не понимает? Мне кажется, что Коршаков в тебя влюбился. Этот хам и бабник, он на это не способен. Он просто показывает свою власть надо мной. А я бы на твоем месте вообще не дергалась. Пусть показывает. Я согласна с бабушкой. Ладно, я пошла. А я не позволю себя унижать. Привет. Привет. Я извиниться хотел. Как дурак себе повел, орал на тебя что-то. Ой, да ладно, ну приезжать-то не надо было. Да нет, хотел тебя убедить. Все-таки благодаря тебе мы с Мариной снова вместе. У нас же скоро свадьба. Вау. Да, и если хочешь, приходи. Я в смысле? Ну да, я же своим счастьем тебе обязан. А, слушай, ну, спасибо тебе, конечно, но тут как бы получается, что ты Соня предал, и я не могу к тебе прийти на свадьбу, просто так улыбаться твоей жене. Ну, это еще большой вопрос, кто кого предал. Такая история. А ты, кстати говоря, не помогаешь Соне деньгами? Ей вот сейчас очень нужна помощь. Ну, знаю ее, как ей сложно. Пусть Коршаков помогает. Не ожидала от тебя такого, честно говоря. А ничего, что у тебя ребенок растет, его надо кормить, его нужно одевать. Я не думала, что мне придется тебе такие вещи простые объяснять. Естественно, я буду помогать ребенку. Но просто сейчас какие-то деньги начну зарабатывать, вот долг тебе верну. Ты можешь Соне, пожалуйста, передать? Пусть берет трубку, когда отец ребенку звонит. А Соня в тюрьме была, поэтому не могла ответить. В смысле? Как в тюрьме? А вот так. Ну, ты не переживай, все хорошо, ей Коршаков уже помог. И не надо только делать такое лицо, между ними совершенно ничего нет. Они просто случайно встретились, а теперь меряются, кто круче. Я помню. Да, у меня есть высшее образование, и я в своей докторской диссертации на примере уравнения Лапласа смогла доказать, что он на любом компактном множестве, обратно к непрерывному оператору является тоже непрерывным. Как не подхожу? Для менеджера по продажам недостаточно докторской? А, слишком, я поняла. Спасибо. Посмотри, рукава короткие. И еще мне кроссовки эти жмут. Да, здравствуйте. Да, конечно, я все помню. Вы не могли бы немного подождать с квартплатой? Я все оплачу, обещаю. Спасибо. До свидания. И да, кстати, кроссовки уже не жмут. А рукава сейчас такие в моде. Хитрюга. Иди собирайся в школу. И на маршрутке я сама доеду. Зачем бензин тратить? Ну, бензин у меня еще есть, а вот на маршрутку денег уже нет. Иди. Ладно. Мам, если ты всем будешь сообщать про свою докторскую, то на работу тебя никто не примет. Так, это тебе бабушка сказала? Нет, я кое-что и сама поняла. Ну, а раз понимаешь, не нужно говорить глупости. Я не собираюсь скрывать свои заслуги перед наукой. Аккуратно. Я найду работу, слышишь? Такую, где ценят умных, трудолюбивых, порядочных, образованных. Надеюсь, что такая найдется. Садись. Мам, что случилось? Наверное, коробка передач полетела. Блин, мам, у меня сегодня контрольная. Так, я сейчас аккуратно тебя на первые отвезу, а потом придумаю, что делать. Пристегнись. Господа, мы несем значительные издержки из-за использования мостового бетона для заливки фундамента. Для сокращения издержек я предлагаю закупать обычный бетон М-400. Он достаточно прочный, чтобы... Семен Семенович, вы же понимаете, что экономия на этапе заливки фундамента скажется на прочности всего моста в будущем. Мне нужен мостовой бетон М-550-Б-40, шестнадцатого класса водонепроницаемости. Семен Семенович, у меня опять претензии к вашему подрядчику. До сих пор не прислали точные спецификации марок бетона. Мне самому приходится делать расчеты. Извините, я сейчас... Да, Максим Викторович, мне нужен этот бетон. Хорошо. Да. Да, Максим Викторович. Да, тут ваша Ковалева приезжала, попросила починить коробку передач. Ага. Да, ну, там новая нужна. Ну, дорого. Ага. Да, и она говорила, что заплатит, но сейчас денег нет. Клялась, что все, оплатит. Ага. И она просила вам еще ничего не говорить. Ну, в общем-то, я и спрашиваю, и что делать? Ну, делай на совесть, о деньгах не беспокойся. Когда сделаешь? Ага. Ну, все, отбой. Максим Викторович, глаза горят. Опять Ковалева? Николай Петрович, займете делом? Да, ясно. Не представляете, как вы вовремя? Да, я прочитала, что вам в отдел рецептурных разработок требуется лаборант. Сейчас так трудно найти интеллигентного, образованного человека. Вы отправили документы нам на электронную почту? Да, конечно. Ага, вот вижу. А что это? Ага, вот вижу. Где? У вас последняя запись в трудовой книжке старший научный сотрудник Института математики. Да, это так. А почему вы уволились? Понимаете, дело в том, что зам директора по наути решила отправить на конференцию вместо меня, свою любовницу. Я возмутилась. Скандалистка, значит? Да, ну нет, ну что вы. Просто тема у нее слабая, а у меня было... Нам скандалы тут не нужны. Вы нам не подходите. Подождите, причем... Вы не представляете, Екатерина Ивановна, как трудно мужчине одному воспитывать дочку. Ну, почему же не представляю? Вы герой, Евгений Сергеевич. Так, может, поужинаем сегодня? Мне кажется, это не очень хорошая идея, если честно. Не отказывайтесь, пожалуйста. Засмала получиться отличная пара. У вас никого нет, это все знают. Есть. Всегда был. И никто другой мне не нужен. Это все, Евгений Сергеевич? Всего доброго. Что ты здесь делаешь? Все в порядке. Машина готова. Спасибо. Выходи. Не выйду. Что значит не выйду? Верни мне мою машину. Не вернул. Какая я дура. Зачем я обратилась в этот сервис? Вот именно ты дура. Неужели ты сразу не могла мне позвонить и попросить денег, а? Неужели ты думаешь, что я не одолжил бы денег своей однокласснице, которая полжизни провела за учебниками и ничего не заработала? Я тебе уже сказала, мне твои деньги не нужны. А, понятно. Ключи. Да держи. Отдай мне, отдай мне ключ. Сволочь. Ну, прилипели в руки, я не могу отдать. Слушай, почему ты надо мной издеваешься? Ну, что ты от меня хочешь? Ничего. Я поняла. Ты хочешь, чтобы я призналась, что я полная дура, неудачница? Продолжай. Что продолжай? Что если бы я жила, как ты, забросила учебу, заводила бы важные знакомства, не создала бы семью, была бы богатой и счастливой. Ты это хотел услышать? Именно. Ты услышал. Но это не все. Теперь мы с тобой обсудим, как принято у нас вот таких богатых и счастливых, как ты будешь отдавать на свои долги. Поехали. Ну, что, может, выпьем и перейдем на вы? Перестань поясничать. Хорошо. Сколько я должна тебе за машину? 50 тысяч. Так много? А что ты хотела? У тебя синхронизаторы полетели. Коробку пришлось новую поставить. Я отработаю эти деньги. Как? Мне математики не нужны. А кто нужен? Миша, дай Диму. Да. Миш, скажи, а мы новую посудомойку уже наняли? Нет, Максим Игоревич, только сегодня объявление дали. Хорошо. Покажите мне мое рабочее место. Только ты там аккуратно. Про свою диссертацию никому не говори, а то у нас народ простой, подшучивать начнем. Ведите. Ага. Тарелки сюда. Открываешь. Ставишь. Закрываешь. Режим автоматический. Ну, то, что плохо помылось, потом вручную перемоешь. Ты поняла? Подождите. Вы же загрузили все беспорядочно. Это нерационально. Ну, если загрузить посуду согласно ее диаметру, то и влезет больше, и нагрузка на машину будет меньше. Потому что будет вес распределяться равномерно. И, кстати, это еще электричество надо посчитать. Ковалева. Что? Ты не выпендривайся, а работай. Переоденьтесь там. Да. Это не машина. Это мечта. Нравится? Артурчик, ну, чего ты молчишь? Сколько стоит? Да какая разница? Зато мне теперь не стыдно сесть за руль. Слушай, а ты можешь, пожалуйста, меня сфотографировать вот оттуда? Пожалуйста, только вот так, чтобы все... Стоения нет. Ну, сфоткай, ну, пожалуйста. Марина, ну, правда. Ну, я в интернет выложу, напишу, что это твой подарок на свадьбе. Ну, мы о другой машине договаривались. Как я за кредит буду платить? Ну, если тебя только это волнует, то не переживай. Я кредит на себя оформлю. Я хорошо зарабатываю, забыла? Да ну, при чем здесь это? Ну, просто о таких вещах нужно договариваться. Ты бы сказал, что у нас денег нет. Я не хочу ждать, когда они будут. Я сейчас жить хочу. А, вот оно что. А я без кредитов хочу жить. Без долгов. Я дома жду. Жень, ты домашнее задание на выходные взяла, а то забудешь, как в прошлый раз. Не помню. Ну, я с вами так на работу опоздаю. На работу. Взяла. Ты что, работу нашла? И молчишь? Ну, по специальности вакансий не было. Поэтому пришлось устроиться к Коршакову в ресторан посудомойкой. Тихо. Смело. Не надо язвить. Просто Коршаков опять за меня заплатила. Я хочу ему доказать, что я готова даже посуду мыть, лишь бы отдать ему долг. Нет, нет, нет. И правильно. Тебе даже полезно. Пока, мам. От научной среды отдохнуть, мозги проветрить, развеяться. Ну, ты знаешь, вообще-то гад этот Коршаков мог бы поприличнее тебе место предложить. Мама. Погнали на поле. Алло. Слушай, я с Катей говорил. Она говорит, что у вас с Коршаковым ничего не было. А, и ты ей поверил? А, сначала поверил, потом нет. Потом подумал, ты Коршаков. Что за бред? Ты прости меня. Слушай, мне твои извинения не нужны. Лучше помоги Женте одежду купить новую. Она знаешь, как вымахала за последние два месяца? Естественно. Я помогу. Я просто знаю, глупо, наверное. Но я хотел сказать, что если бы можно было вернуть время назад, я бы все изменил. Я бы никогда не ушел от тебя. Никогда не ушел от семьи. Жаль, что, наверное, ничего нельзя вернуть. Ну, почему же? Свободен. Алло. Ну, сколько раз я просила. Тарелки отдельно, кружки отдельно, ложки, вилки отдельно. Какая разница? Большая. Я провела элементарные подсчеты. И, согласно правилам эргономики, в машину влезает на 35% больше посуды. Это, между прочим, экономит 30% электроэнергии, 18% моющего средства, 15% воды и 23% рабочего времени. Зачем? Вы же не из своих платите. Потому что все нужно делать на совесть. Все ненормально. Не говори. Всюду лезет, нос свой сует, командует. Как будто без нее никто не знает, как работать. Миш, ау, иди сюда. Слушай, ну, что там новенькая, освоилась? Ну, если честно, она к себе не встречает. От нее уже все на стены лезут. А что так? Оптимизирует все. Сегодня завхоз заперся от нее в своем кабинете, потому что она требует вторую посудомоечную машину. Она что, посудомойку сломала? Да нет, просто появилась какая-то новая модель с увеличенной загрузкой и ускоренным ополаскиванием. Она говорит, что это ускорит рабочий процесс в два раза. Узнаю у Ковалева. А пускай она пишет докладное на мое имя, где все обоснует и подтвердит расчетами. А еще пускай нарисует график, где будет наглядно видно польза от этой машинки. Беги. Хорошо. Графика докладная. Все показываешь, кто здесь главный? Коль, ты умный. Объясни мне, как она, стоя возле посудомоечной машинки, может смотреть на меня свысока? Не знаю. Слушай, а может ты в нее влюбился? В кого? В Валю. Ты с ума сошел? Коля, ну ты видел моих женщин. А слепнуть можно от Ковалева. Формула ходящая. Как ты сейчас нежно сказал, формула ходящая? Так, я успеваю. Ты куда? Ювелирный. Макс, не пугай меня. Ой, послушай, ты меня достал со своими шутками. Я женюсь. На Ковалевой? На Лене. Хотя нет, Лена уехала к родителям. Женюсь на Але. Макс, подожди, стой. Сейчас серьезно, мне нужно с тобой поговорить. Я пока не паникую. Подрядчик, кажется, пропал. В смысле пропал? Ну так, я на него не могу дозвониться второй день. Подожди, но МОЗ-40 же предупреждал, что они меняют офисы, и что временно их не будет на связи. Да, но это не кажется странным, что это все происходит именно тогда, когда мы им основной транш перевели. И они куда-то переезжают. МОЗ-40 рекомендовал Потапов, а он с нами с первого дня. А я думаю, мы можем ему доверять. Макс, я... Значит так, они переедут и позвонят. Макс, я, меня... Макс, ты... ПОСМЕНТЫ Привет. Что ты здесь делаешь? Да вот, тебя ждал. Хотел деньги передать Женьке на одежду. Спасибо. Не ожидал, что так быстро. А я, представляешь, вот с Мариной расстался. И что? Если захотите, можете перейдеть ко мне с Женькой, мало ли. Ты всерьез думаешь, что мы сможем жить под одной крышей? Соня, я прекрасно понимаю, что я совершил ошибку, отвратительно себя повел, ну, я делаю работу над ошибками. И если ты сможешь переступить через свой принцип, чтобы сохранить семью, было бы здорово. Не могу. Я по Женьке скучаю. Ты можешь с ней видеться в любое время, я не против. Ну да. А меня в команду взяли, прикинь. Да. Я вижу. Поздравляю. Ну, пока что не в основной состав, но Громов обещал, скоро переведут. Это ничего не меняет? Ну да-да, конечно нет. Просто ты одна воспитываешь дочку, а работы нет. Ну, работу я нашла, я устроилась к Крышакову в ресторан. То есть, ты все-таки с ним? Думаю, что хочешь. Лена, добрый день. Передайте, пожалуйста, Максиму Викторовичу, что пришла Ковалева с графиками. Софья Владимировна, Максим Викторович не может вас принять. Что значит не может? У меня очень серьезный вопрос, касающийся оптимизации рабочего процесса. Он сам просил у меня предоставить обоснование. Вы можете оставить документы здесь, я передам, когда он освободится. Я передам их лично. Я могу подождать. Нет, вам лучше уйти. Вообще непонятно, когда это закончится. Что это? Софья Владимировна, я вас прошу, оставьте документы, я передам, когда Максим Викторович освободится. Я не понимаю, почему все сегодня говорят с загадками. Кто это? Я вообще ничего не понимаю. Софья Владимировна, оставьте бумаги и идите работать. Ух! Ух! Какие люди! И без охраны! – Привет. – Привет. Ты что, каруливаешь меня, что ли? Я работаю здесь, массажистом. Ты времени зря не теряешь. Но деньги нужны, приходится крутиться. А, понятно. Ну, здесь хорошо платят. Да. Кстати, я хочу вернуть твою часть денег за машину. С чего вдруг я не просил? Мы теперь не пара, и мои проблемы тебя не касаются. Ну, давай начистоту. Я тебе мозги пудрил. Пудрил. Ну, вот, считай, эта часть денег – компенсация за моральный ущерб. – Вот как? – Да. Спасибо. Моя вторая фамилия – Щедрость. Это прекрасно. Очень рационально, ребят. Спасибо. Пожалуйста. – Миша, ты не знаешь, что случилось? – А что? Ну, Максим Викторович и Николай Петрович не пришли обедать? Ну, не пришли, значит, заняты. Просто я видела, как Коршакова куда-то увели какие-то люди. – Это не наше дело. Меньше знаешь, крепче спишь. – И правда. Софь Владимировна, ваше дело мыть посуду, а нашу еду разносить, а не лезть в дела начальства. Слушай, я вчера краю муха слышал, как Коршаков собирается сделать предложение своей девушке. – Ну, теперь все понятно. К свадьбе просто готовится. Вода пропала. – Ссссс. Вчера Артур приезжал. Сказал, что бросил свою Марину. Просился обратно. – Ну, ты согласилась? – Нет, конечно. Говорил о чем угодно, только не о том, что меня любят. Соня, мужчины просто по-другому устроены. Они стесняются нежных слов и признаний в любви. Это уже не важно. Главное, что я ничего к нему не почувствовала. Совсем ничего. Соня, Соня, это пройдет. Просто нужно время, чтобы обиды и боль утихли. Ну, ты вспомни, какая у вас любовь была в школе. Как вам все завидовали. Время здесь не поможет. А создавать видимость семьи ради ребенка я не хочу. Женька, он взрослый, она и так все понимает. Вряд ли она станет счастливее, если мы будем жить только ради нее. Соня, Артур тебя любит. Иначе бы от Марины он не ушел. Ну, не руби ты так с плеча, а? Да. Если бы ты когда-нибудь кого-нибудь любила по-настоящему, ты бы знала, как трудно простить измену. Я пойду чай поставлю, хорошо? Угу. Николай Петрович, а что происходит? Где Макс? Я сам хочу знать, где Макс. Сейчас, подожди секундочку. Алло, Лена, Максим Викторович не объявлялся? Да. Понятно. Да, звоните сразу, если объявится. У него неприятности? Да, его обвинили в мошенничестве. Вчера отпустили под подписку, и он пропал. Сейчас, секундочку. Алла, привет, Макс, у тебя? Я тоже не знаю, все пока. Я даже не знаю, что и думать. Надо ехать к нему домой. Я с утра был, дом опечатан, там никого. У него недоступен. Как бы чего не случилось. Он всегда был на связи. Надо что-то делать. Я поручил Сереге, нам звонить себе в больнице. Ну, и морги. Подождите, когда человеку плохо, он первым делом едет к маме. Да, но родители давно умерли. А где они жили? Не знаю, но это хорошая мысль. Я попробую по своим каналам что-то узнать. А я по своим. Давайте обменяемся телефонами. Да, давайте. Мама, где мои школьные текареди? А, школьные текареди? Вот здесь, на верхней полке. Кажется, что-то осталось. А, вот они. Ой. Так, так. Ой, а зачем тебе? Тихо. Николай Петрович, мне сводку за сегодня прислали. Так, и что там? Там с утра нашли утопленника на дамбе. По всем приметам это Крышаков. Нужно съездить на опознание. Поехали. Смотри за ней, твои старые сочинения. Мам. А ты можешь нормально сказать, что ты ищешь? Нашла. А что это? Это старый адрес квартиры Крышаковой. Я у классной брала, хотела с мамой его поговорить. Опять этот Крышаков? Макс, у тебя дверь открыта. Здесь кто-нибудь есть? Алло, Соня. Я нашел Макса, и он мертв. Лицо сильно разбито, но это точно вон. Рост, цвет волос. Я тоже нашла Макса, и мой, похоже, жив. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!